Всем привет! Едем сейчас в Лекару на фестиваль с мужем и его друзьями. От нашей деревни ехать нам всего минут 40 придется. Мы еще заехали с нашей приятельницей, с детками в соседнюю деревню и едем уже все вместе. Сейчас я немножечко расскажу вам о том месте, куда мы едем. Деревня эта находится в горах, в глубине острова. Она славится шикарными вышитыми кружевами, серебром ручной работы. Также в этой деревне производят вкусный лукум и там очень красивые пейзажи, узенькие улочки отделанные камнем, мощеные. И вообще это такая деревня сюрприз, там можно гулять, можно сворачивать с одной улочки на другую. Очень много мест, где можно красиво сфотографироваться. Там очень много цветов, там горшки с цветами стоят прям посреди улицы. Очень много магазинов ручной работы. Сегодня у нас не будет времени, чтобы в магазины заходить. Там будет фестиваль, мы немножечко задержимся, посмотрим, что там. И будем просто гулять по улицам, смотреть. Поэтому я буду больше снимать такой обзор деревни. Там должна быть какая-то программа интересная, развлекательная. Также обещали раздавать какие-то бесплатные угощения, бесплатные напитки. Два года назад мы были в Левкоре на таком же фестивале. Там просто была очень вкусная еда. Не знаю, как будет в этом году. В общем, приедем, посмотрим. Вот смотрите, мы ехали, видели равнинную местность. Сейчас взбираемся в гору. И уже пошли горы. Вот эти белые горы, вы видите, это такая порода. Это что-то типа известняка там. И говорят, что в этой местности очень хорошо растет виноград. Поэтому на Кипре очень развито выращивание винограда, производство вина и всего, что связано с виноградом. Также сладости традиционные греческие на основе виноградного сока. Судзукас с орешками внутри. Припарковали машину, начинаем нашу экскурсию. Смотрите, какой красивый домик. Спальня. Стеночки здесь везде вот такие красивые. Дорог здесь очень много вот таких мощенных. И сейчас начнутся красивые узкие улочки. С домиками, с такой каменной отделкой. Такие красивые, винтажненькие. Отделка в основном вся новая. Даже можно видеть здесь новое дерево. Но сделано все в старом стиле. На Кипре есть несколько таких деревень, включая Алифкару, в которых жителям государства выдавало специальный грант, чтобы они вот так реставрировали свои домики в старинном стиле. У кого они были старенькие, требовали ремонта. Вот, например, смотрите. Такие домики сразу выделяются, в глаза бросаются. А этот еще старенький. Еще, видимо, не успели его отделать. Интересно, живет в них кто-то или нет в таких... Так вот, в таких деревнях, как это, закон есть, которого нужно придерживаться. Им разрешается только реставрировать дома, не перестраивать или восстанавливать по прежней схеме. И камень должен быть у всех одинаковый, у всех в одном стиле, вот такой светленький. Двери они или реставрируют, или если заменяют на новые, то совершенно такие же. И то в том случае, если старые уже совсем рассыпались, пришли в полную негодность. В противном случае, если не придерживаться этого, то государство помощь не выделит таким хозяевам. Здесь уже все более оживленное. Уже подходим ближе к центру. Здесь начинается фестиваль. Смотрите, сколько людей. Сегодня обещали интересную программу. Будут выступать какие-то певцы известные. Там делают кончики, лакоматы. А здесь разное мороженое. И там очень много кафешек открыто. Тут часто по-русски пишут. Вывески. Убирочная работа. Сувениры. А тут кукурузку продают. И попкорн, конечно. О, это вата сладкая. Смотрите. На Кипре сладкая вата тоже бывает. Смотрите, какой магазинчик. Обычная работа, как он выглядит красиво. На ступенечках прям опорнено. Открывается. Открывается. Она считается, как он чистый. Мирис. Нужно? Не. Антарпунок. Вот такие магазинчики. Здесь тоже разные сувениры, проживо, серебро, очень много тут таких магазинчиков. Смотрите, какой виноградник над профешкой. И магазинчик первичной работы на каждом шагу. Смотрите, какой виноградник. Здесь все такие вежливые. Кстати, в основном местные здесь киприоты сюда приехали. Так что все люди, кого увидите, это в основном киприоты. У них очень много красивых девушек. Вот еще покажу вам такое красивое здание. Смотрите, какие балкончики симпатичные. Здесь так мило в этой деревне. Сейчас я вам цветочек красивый покажу. Вот, смотрите, какие. Главное, цвета так хорошо сочетаются. Такие тут палисаднички вертикальные. Видите, с цветущихся растений. И там еще такие же цветочки. Так, я уже, по-моему, отстала, побежала догонять. Смотрите, какой балкон красивый. Обожаю просто бродить по этой деревне. Как-то мы с мужем тут ночью заблудились, потеряли машину. Вот, смотрите, какие тут улочки. Узенькие, видите. Люди там живут. Вот интересно, как они сюда на машинах подъезжают. Или у них нет здесь машин, кто тут живет. Церковь, смотрите. Красивая церковь. В таких старых деревнях раньше улочки такие узенькие строили, чтобы ослик только проезжал навьюченный. Ослик поместился, значит, нормальная улица. А машина тогда еще речь не шла. Пойдем поближе к церкви посмотреть. Смотрите, какая красота. Вид на горы. И вот такой вид вокруг. И там внизу еще деревня продолжается. А в церкви служба сейчас идет. Какой дворик красивый, смотрите. Везде вот такие улочки узенькие. Я балдею просто от этой деревни. Хотелось бы жить в таком месте живописном, красивом. И вот смотрите, как дверь входная выглядит у людей. Видите, сразу. Смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 было бы интересно, если бы какое-то растение, ее такое плево, да, плетущие здесь. Ну, виноград хотя бы, или плющик какой-то. Красиво было бы. Второй певец понравился всем очень сильно. Не хотят уходить, слушают, слушают. Кроме этих музыкантов мы здесь встречали еще и те, кто уже отыграл. Они уже складывали свои инструменты, мой муж подходил к ним поболтать. И, кстати, это они нас направляли, чтобы мы пришли сюда и посмотрели на другие выступления. Слушайте, мне есть. А мы нашли еще одно интересное место. Смотрите, это штуточка. Видя. Вот так. Смотрите, как жасминчик здесь. Как пахнет. Такой большой, да? Этот дворик тут живет кто-то. А здесь вот, видите, тоже перед дверкой. Смотрите, сколько. Красота. Выставка цветов прям. По-моему, в этом году их больше. Вот я была где-то пару лет назад здесь в последний раз. Здесь только цветов не было. Может быть, у тебя в другое время года здесь была. Смотрите, какие интересные почтовые ящики. Винтажненький такой. Очень nice. Здесь везде так прикольно. Какую иголочку не сверни. Смотрите. Музенькие улочки. Есть только дверок, окошек, балкончиков. Тут, наверное, соседям очень хорошо слышно, что друг у друга происходит. Здесь все на три части разделились. Я отдельно. Двое отдельно, и двое еще отдельно. Надеюсь, мы все не потеряемся. Потому что, может, мой найдет дорогу в машине, а я нет. Звонили с ним сейчас. Пошел дальше. Я вернулась, а он дальше пошел. Люди немножко странно реагируют на то, что я с камерой разговариваю. Наверное, для них это необычно тут. Здесь никто так не делает. Нашелся с предприятием. Продолжаем наше путешествие по деревне. Вот, смотрите, еще как красиво. Там кто-то сидел, кушал, а я его засняла. Смотрите, много тут вот таких еще дверок. Там, по идее, должны быть внутренние дворики вот за такими дверьми закрытыми. Просто некоторые хозяева оставляют открытыми, чтобы туристы могли смотреть, а некоторые хозяева закрывают и не показывают свою частную жизнь. Вообще, здесь как будто в какой-то прошлый-позапрошлый век попадаешь, когда в эту деревню приезжаешь. Здесь тоже маленькая улочка. Видите? Стемнело резко. Надеюсь, вам будет видно дальше, что я буду показывать. Еще одна дверка симпатичная. Цветочки вьющиеся. Точнее, дерево вьющиеся. Смотрите. Видите, цветы бывают разного цвета. Белые, розовые, разных оттенков. От светлого до очень темного такого. Кактусы. В общем, стемнело, плохо видно. Смотрите, зараза кактусов. Здесь тоже. Такие же, как в нашей деревне. Вот еще оно деревцо такое, плетущее белыми цветочками. Вьющиеся. Вот видите, как льется эта деревца. Такой ствол. Там крона с цветами. Над аркой. Балкончик чей-то. Красота. Ну, смотрите, как ступенечки оформлены. Видите? Горшки с цветами стоят. И куча магазинов, что работает. Вернулись наобратно, к началу. Смотрите, как луку мата селепит. Видите? Сколько теста у них немного. Решили пойти и найти место где-нибудь присесть. Отдохнуть немножко. Что-нибудь скушать. Вот за этой зеленой изгородью проходит фестиваль. В этом году его сделали платным. К сожалению, мы на него не поправили, потому что мы пришли сюда погулять. И людей сюда привлекали бесплатными угощениями. В принципе, мы и так остались довольны нашей прогулкой. Так что нам и без фестиваля было неплохо, по-моему. Это название кафешки. Такое немножко с юмором. На самом деле, моряку, пута, левкара – это имя нарицательное. Жила такая женщина в Левкаре, рукодельница. Она была мастерительной все руки. И эта женщина считается первой бизнес-вумен Кипра. На Кипре ее все знали. Она ездила по всем деревням, городам. И предлагала изделия ручной работы. Она была настолько активна, что ее знали в каждом уголке Кипра. Эту женщину звали моряку. Сейчас ее имя используется в шутливой форме. Например, когда кто-то спрашивает у вас, кто это сделал, а вы не хотите отвечать на этот вопрос, вы можете ответить, это сделала моряку, круто левкара. То есть моряку из левкары это сделала. Таким образом, вы можете отшутиться и на вопрос прямо не ответите. Смотрите, здесь салфеточки, вязаные крючком. А сзади вот такой палисадничек, смотрите, с подсветкой, тоже интересный. Вот такой мятный чаек мне принесли. И вот смотрите, мне принесли тут на выбор мед, коричневый сахар и белый сахар. Чай пью не сладким, поэтому мне, конечно, они не актуальны. Буду пить просто так, без сахара, без меда. Наша прогулка подошла к концу, будем ехать домой. Я надеюсь, экскурсия вам понравилась. И до встречи в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok